Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главный актив университета... Они приходят и уходят... Главное это коллеги, сотрудники... Но я также коснусь и пары других примеров... Чтобы вот эта логика, которую я собираюсь изложить... Была более понятна что ли... Мне самому и вам... Итак, чего мы хотим? Наша основная цель... Не инструментальная цель... Попасть в рейтинги и так далее... Основная цель... Ну, она проста... Мы хотим, чтобы здесь работали лучше... Мы хотим привлечь... Воспитать... Иногда удержать... Лучших коллег... И что для этого нужно делать? Больше платить и меньше требовать? Ну, вероятно, нет... Главное, нужно создавать среду, которая будет благоприятна для развития... Как отдельных людей, так и университетов в целом... Эти вещи непосредственно связаны... Но противоречие заключается в том, что эта среда... Ну, в чем-то она может и комфортная для кого-то... Она не столько комфортная, сколько мобилизующая... А это совершенно разные вещи... И когда создается вот эта мобилизующая среда... И когда-то возникает куча неизбежных противоречий... Главное из них, конечно, что... Ну, нормальные люди хотят стабильности... А тут вам раз... Постоянно что-то меняется... И я хорошо это понимаю... Потому что я, например, тоже по-человечески... Я тоже не за эти изменения... Ради самих изменений... У меня никогда не было даже... Не знаю, в молодости какого-то желания... Типа, давайте взорвем этот мир... Впрочей всякой дури... Вот, но... Тем не менее... И поэтому, кстати говоря, нужно... И возникает потребность понять... Зачем эти изменения нужны... Во-первых, мне кажется, что если речь идет о задачах... Не основе цели, а задачах... Которые мы понимаем более или менее инструментально... То они не могут быть неизменны... По ряду причин... Во-первых, мы просто конечные задачи... Вот некоторые идеальные в виде... Нарисовать не можем... Мы зачастую их просто не видим... Не можем зафиксировать... Потом, даже если мы что-то фиксируем... Всегда вмешиваются внешние обстоятельства... Мы не можем контролировать массу факторов... Жизнь сама, среда сама по себе изменчива... И это первое обстоятельство такое... Второе обстоятельство... Университет... Важная часть среды, любой... Это правила... Понятно, что правила... Это некие устойчивые регуляции... Которые должны в чем-то нас ограничивать... В чем-то нас направлять... Но штука в том, что они тоже не могут быть неизменны... Как бы нам не хотелось... Нам бы хотелось этого... Но они не могут быть неизменны... Потому что любые правила... Какие бы умные мы ни были... Как бы мы их ни старались сформулировать... Они не полны, не совершенно... Они не идеальны... Мы знаем... Многие из нас инстационалисты... Они знают это из теории... Знают также и на практике... И... Даже если мы можем выдумать... Действительно, какие-то правила близкие к идеалу... Они все равно, как правило, не будут работать... Не будут работать отчасти потому, что... Ну, как написано здесь... В неподготовленной среде сложные правила не работают... Их приходится упрощать... По крайней мере, первоначально... Если ты хочешь что-то такое специфицированное... Сложное, адекватное... То... До этого нужно дожить... Это должно созреть... К этому нельзя прийти сразу... Итак, мы не можем сформулировать это... И... Да и работать это не будет... Кроме того... Возникает естественное... В смысле, рациональное... Оппортунистическое поведение... Которое во многом порождается нашими собственными стимулами... Люди ведут себя рационально... Начинают обходить все эти правила... Оптимизировать и так далее... А кроме этого... Еще и... Сохраняется неэтичное поведение... Которое с этим правилом вообще не связано... А связано либо с отсутствием понимания... Понимание правил того, как надо себя вести... Или что-нибудь с совестью... Кажется, вы вчера это обсуждали... В немалой степени... И это тоже... Побуждает... То есть... Оно не дает остановиться... Ты не можешь делать правила... Которое вот... Снимает аппортунистическое поведение... Или... Или поведение неэтичное... Ты должен все время здесь что-то... Что-то подстраивать... Так вот... Вопрос... Как управлять этим движением? Ответ в первом приближении такой... Что... Задачи... Инструментальные задачи... Которые мы не можем... И не хотим формулировать в конечном виде... Они должны постоянно корректироваться... А правила... Что мы знаем также... Институциональные теории... Должны постоянно подстраиваться... Плюс мы... Постепенно... Ступенчато... Должны переходить... От правил более простым... К более специфицированным... Более сложным... Следующий вопрос... А что тогда придает движению устойчивость? Мы же не... Не как цветы в проруби... Да... Мечемся... Да... Мы должны как-то иметь какую-то стратегию... И... Относительно устойчивость... Какую-то стабильность... Этому придает наличие... Некоторых общих принципов... Которые не являются... Целями и задачами... А скорее являются императивами... То из чего мы... Люди считающиеся университетскими... Академиками... Да... Мы исходим... Исходим... Не обсуждая... Точнее мы можем даже это обсуждать... Но все равно должны этому следовать... Я приведу иное количество примеров... Таких принципов... Из чего мы исходим... Мы исходим из того... Что исследование... Это корневая деятельность университета... Не на уровне трепа... Да... А... А мы действительно из этого исходим... Что академическая деятельность глобальна... Что... Да... Она имеет национальную специфику... Но... По сути... Она границ не имеет... Что... Содержание академической деятельности... Оно определяется автономно... Профессорами университета... Но их младшими коллегами... Что университет... Это гибридная организация... Что... По природе своей... Что он сочетает разные виды деятельности... И если... Ты всегда должен достигать... Пытаться достигать... Какого-то баланса между разными видами деятельности... И... Не допускать ущерба... Ни одной из них... Ну да... Я же говорил... Что нужно приглашать лучших... Создавать с одной стороны условия... С другой стороны выдвигать требования... Сегодня об этом и поговорим... Поговорим о том... Что каждый академический сотрудник... Кто бы он ни был... Должен быть... Триединонеделим... Сочетая три вида работы... И следовательское... И преподавательское... Организационное... Это вещь... Которая... Ну... Она активно обсуждается... Пока еще... Но вообще она не должна обсуждаться... Потому что это... Некоторый просто фундамент... Понимание... Что в каждый момент... Должны быть четкие и прозрачные правила... А также... Что еще более важный их инфорсмент... Поддержание и исполнение этих правил... А не просто выдумать... Какие-то регуляции очередные... Что нужно требовать... Соблюдение академической этики... Что не должно быть коррупции... Плагиат... Опять же не уровень трепа... С жестким инфорсментом... Что не... Что нельзя... Совершать действия... Которые... Рушат репутацию университета... И... Постоянно повышать планку... Вот такие вещи... В итоге... Я приближаюсь к концу... Твер части... Схема, на мой взгляд... Выглядит примерно так... То есть... Есть некоторые устойчивые принципы... Которые позволяют... Определять инструментальные задачи... С одной стороны... Корректировать эти задачи... Куда-то продвигаясь... В понимании... Своего движения... И... Подстраивать правила... И вторая картинка... Ну... Это сочетание... Да... Двух... Ну понятно... Кнот и пряник... Мы должны постоянно создавать... Стимулы... Вытягивать... И одновременно... Мы должны... Мягко... Но настойчиво... Подталкивать коллег... В сторону этих стимулов... Вот... Ну такое... Ласковый... Мягкий такой бульдозер... Который... Постоянно движется... Потихоньку... Но постоянно движется... Сгребая все... Вот... В желаемом направлении... Теперь... Как поскольку... Твер часть закончилась... Теперь собственно... Основная часть... Я... Хотел вам рассказать... О том... Как... У нас... Подстраивалась... Или развивалась... Практика... Очень важная... Для университета... Связанная... С... Механизмами... Конкурсного... Отбора... Преподавателей... Каждый год... Происходят... Некоторые изменения... Довольно... Существенные... Местами болезненные... И воспринимаемые болезненно... Которые нас... Куда-то... И как-то... Продвигают... Сначала... Просто... Я воспроизведу эту... Общую логику... А потом... Чуть подробнее... И ее разберем... Что собственно... Происходит... Сначала... Первая стадия... Ну... Я помню... Еще... С... Советского времени... Конкурс... Профессорно-пределительского состава... Равнонаучных... Работников... Всегда был... А... Формальной... Б... Автоматической... Процедурой... Многие даже не знали... Что этот конкурс... Они благополучно... Прошли... То есть вообще... Ну... Понятно... На 100 мест... 100 кандидатов... Формальные объявления... И... Автоматические процедуры... Так было у нас... Менее 5 лет назад... Всего лишь... Мы ввели некоторые... Или... То есть... Зафиксировали некоторые... Формальные критерии... Дополнительные... В том числе... К... Стандартному договору... А затем... Начали... Что... Ну... Тогда это было воспринято... Совершенно естественно... А вот... Штука... Такой-то... Раздрая начался... Когда мы начали их соблюдать... Еще... Через... Ну... Через полгода... Через год... Примерно... И когда процедура конкурса... Начала превращаться... Из автоматической процедуры... В процедуру реального отбора... Это был первый... Такой... Внутренний шок... Затем был второй шок... Когда из... Действительно... Внутренней процедуры... Для своих... Конкурс превратился... В реально открытую процедуру... Для своих... И для внешних... То есть... В реально конкурсную процедуру... Вдвойне... То есть... Ты, во-первых, соревнуешься сам с собой, должен выполнять, соблюдать некоторые критерии университетские. А во-вторых, ты еще соревнуешься с внешними кандидатами, которые могут появиться, ну или не появиться на горизонте. Следующим шагом, совершенным тогда, это был переход от сугубо формальных оценок к оценкам содержательным. Я расскажу, что это такое, как у нас это реализовано. Затем конкурс, к сожалению, и увы, на определенном этапе выступил инструментом сокращения профессорского предательского состава, кризисную ситуацию. И, наконец, последнее, с того, что есть пока, эти условия были дополнены принципами единого контракта, и я об этом также коротко скажу. Что за единый контракт и так далее. Итак, в 2012 году, совсем недавно еще, мы зафиксировали некоторые принципы, точнее критерии, которые должен соблюдать каждый преподаватель при прохождении конкурса на следующий срок. Они вызвали некоторую дискуссию, но она была не очень горячей, потому что они были вполне очевидные даже, естественные. Ты должен публиковаться, каждый из нас должен публиковаться. Ну и зафиксировали, что ты должен за три года опубликовать две работы, если ты там ассистент-преподаватель, старший преподаватель, три есть ты доцент, пять профессоров. За три года, повторяю, ну не бог и весь, какая планка-то. Вот. Ну, сразу начали говорить о том, что там статьи в платный журнал, тесты, конференции не учитываются, это вызвало куда больше интерес, но, тем не менее, как-то это все устаканено. Затем у нас есть рейтингование преподавателей, оно давно уже проводится, сказали, что будем это тоже учитывать. Никакие-то нюансы, у кого там 4,3 по пятибалльной системе, у кого-то 4,1, это все в предел статистической погрешности. А вот нехорошо падать ниже трех по пятибалльной системе, понимаете, если кто-то падает ниже трех, то есть, грубо говоря, два от студентов, то это некоторые проблемы, с которыми, ну, как минимум, надо как-то разбираться. Наличие ученой степени – это старое формальное требование, мы просто его там повторили, в зависимости от должности. А еще обсуждались дополнительные критерии, которые мы не сразу ввели, но сказали, смотрите, мы будем их потом применять в качестве таких обязательных критериев. Это регулярное повышение квалификации, мы создаем такие возможности для повышения квалификации. Это активное использование LMS, Land Management System, которое ввели тогда, и знание английского, как минимум, или какого-то другого языка. Забегая вперед, сразу хочу вам сказать, что не все реализуется, мы эти дополнительные требования так и не перевели в статус официальный. То есть, мы это как-то смотрим, но это не было реализовано. А вот по поводу публикационной активности, таки реализовано было. И когда мы начали действительно вдруг, или не вдруг, начали это применять на очередном конкурсе, народ, конечно, несколько вздрогнул. То есть, первый этап – это просто применение критериев абсолютно нормальных, ну, которые просто до этого не особо применялись. Применялись, что мы сделали? Это 2013 год. Ну, во-первых, были созданы кадровые комиссии по направлениям, потому что мы не можем тут все с Мясницкой регулировать, это понятно. Но дальше эти комиссии начали смотреть своих коллег, и мы в том числе начали смотреть здесь, и увидели, что многие, к сожалению, этим простым совершенно критериям не соответствуют. Вообще, по поводу публикационной активности, ладно, я еще вернусь, потом будет отдельная тема. И в результате резко увеличилось сразу число нерекомендованных кандидатов своих, которые просто элементарно требования не соблюдают. Но вторая вещь, поскольку мы, люди, хочется верить относительно здравые, мы понимаем, что есть разные ситуации, началась дифференциация, и мы начали усложнять нашу контрактную систему. То есть, вместо стандартного такого трудового договора, мы перешли к системе дифференцированных контрактов в этот момент. Что это означает? Что наряду с обычным, они выглядят все более-менее одинаково, но наряду, тем не менее, с обычным трудовым договором, как мы его знаем, было введено, с одной стороны, послабление для тех, кто хорошо публикуется в международных лицензируемых журналах, у них появилась возможность снизить себе нагрузочку на 25%, просто написав заявление. Хочу вам сказать, просто те, кто написал ни одно заявление, ни одному заявлению не было отказано. Пожалуйста. А с другой стороны, те, кто не соблюдал требования публикационной активности, но тех, с кем мы хотели работать, продолжать работать, мы предложили перейти на так называемый преподавательский контракт или контракт договор с повышенной учебной нагрузкой, плюс 25%. Ты не публикуешься, ты следовательно не тратишь на это свое драгоценное время, ты молочишь где-то как преподаватель, может зарабатываешь или не зарабатываешь, это твое дело, мы в это дело не вмешиваемся. Но рядом с тобой люди тратят свое драгоценное время и немало, они повышают репутацию университета, и мы кому-то снижаем нагрузку или оставляем ее прежней. Ты хороший преподаватель? Пожалуйста, преподавай. Вот тебе 25% плюс. Так что определенная здесь логика есть. Затем часть преподавателей, и их число начало увеличиваться, начали переводить на договоры гражданского правового характера. Формально они были раньше, но доля их стремилась к нулю, вообще очень мало было. Здесь вы увидите сейчас конкретные цифры, их доля резко выросла. То есть это люди, ну например, какие-то практики, которые, конечно, они не должны публиковаться даже, мы все понимаем, или кто-то, кого привлекает на определенное время. Мы говорим, окей, хорошо, мы заинтересованы, но вы не будете сотрудником, вы будете работать на ГПД, на гражданском правовом договоре. И в тот год, знаете, раньше как рекомендовали по конкурсу? Ну, единственный спор возникал, ну мы человека на три года или на пять проведем? Да вот на пять, ну, голосуем за пять, все за пять, давай, на пять, пошли. А здесь начали смотреть, и резко возросла доля тех, кто рекомендовался на год. Например, преподавательские контракты, это почти автоматическая рекомендация на год. А таких людей много, повторяю, вы скоро цифры увидите. Теперь, сразу появились обоснованные исключения, потому что мы понимаем, что нельзя всех, ну, то есть, делал один шаг, ты понимаешь, да, что нельзя всех грести под ногу ребенка с разной ситуацией. И нужно специфицировать правила, потому что возникает вот следующий какой-то челлендж, да, или следующее обстоятельство. Обоснованные исключения какие? Из этой схемы исключаются преподающие студенты, это моя магистратура. Случаи у нас нередки. Бакалавры не имеют права преподавать, магистры привлекаются, в том числе к аудиторным занятиям. Выпускники университетов последнего года. Например, сейчас 16-й год, если это выпускник бакалавряты или магистратуры 16-го года, в ИШИ или любого другого университета, мы говорим, окей, заходи вообще, к тебе никаких требований. Но через год, имею в виду, мы тебе рекомендаем на год, через год требования будут обычные к тебе. Преподаватели физической культуры, военная кафедра и преподаватели дизайна никуда не вписываются. Ну, смешно было бы требовать каких-то. Нет, можно потребовать у физкультурников публикации, и главное, что они их дадут. Ну, кому это надо вообще? Зачем людей мучить и самим мучиться? Ну, пути и богу. Да, рано, как с военной кафедрой. Преподаватели, вышедшие из декретных отпусков, как правило, это женщины. Нет, мужчины тоже берут. Сейчас это становится модно. С чего вы смеетесь? Да, мы тоже знаем уже. Получает два года амнистии. То есть, два года. Ну, тут все понятно. Слушайте, ну, у тебя были более важные занятия, чем публиковаться в Пьер-Виджин. Ну, честно, да. Поэтому два года на то, чтобы как-то восстановиться, набрать темп и так далее. Два. Выдающиеся, да, практики, перешедшие в университет на полную ставку. Человек был там зампредом банка, мы сейчас говорим, а где твои публикации? Ну, смешно, да. Мы не говорим так. Мы говорим, ну, если ты совместитель, вообще нет вопроса. Продолжаешь работать в своем банке. Если ты пришел к нам, ты становишься академиком. Два года. Мы к тебе не пристаем, но раз ты академик теперь, за два года ты умный человек. Давай. Переходи на общее. Это выдающиеся, так, практики, совместители, я уже сказал об этом. Ординарные профессора. У нас где-то 120 человек, выдающихся ученых и людей, которые повысили репутацию университета, внесли вклад в развитие университета, они фактически имеют пожизненное. И значительно более высокая оплата труда. Пожизненное в нашей стране нет. Это обязательство университета. Университет говорит, мы вас не уволим. Формально они могут вообще ничего... Как правило, они публикуются, они много делают, но они могут, в принципе, ничего не делать. Они... К ним эти требования жестко формально не предъявляются. Ну и вот, смотрите, вот это был всего первый шаг. И что получилось? Видны ли вам цифры? Надеюсь, что там. Раньше все 100% проходили на стандартный договор. Теперь на стандартный договор прошло 2 трети. Одна треть, сразу, одна треть, еще в 13-м году, не прошла по стандартному договору. Почти 150 человек были переведены на преподавательский договор. Основная часть коллег это преподаватели иностранных языков. Ну, с них требовать публикации... Ну, то есть мы требуем публикации, если доцент и профессор. Ну, дальше, ну, говорим, ну, понятно. Вот, но тогда приходится больше преподавать, им приходится, как правило, больше преподавать. Затем, вы видите, почти 200 человек были переведены на гражданское проведение договора. Это новая практика, и сразу, ну, очень... Ну, у нас большие масштабы. 90 человек не прошли. И тоже довольно много, и болезненная история. Ну, по разным причинам. В том числе не были рекомендованы. Да, доля принятых на договор и троевой договор выросла и стала... Превысила 80%. Теперь, за этим через год последовал второй этап. И он был даже в каком-то смысле более серьезен. И был связан с некоторыми другими. Второй шок. У нас два конкурса, зимой и летом. И вот зимний еще проходил обычно, нормально. Ну, как нормально, по закону, за два месяца до ученого совета. Размещаем объявления, проведение конкурса. Вот. Ну, это все понятно для своих. Ну, правда, уже критерии предъявляются, можно не пройти. Но все-таки это внутреннее мероприятие. А вот летом 2014 года мы перешли уже к конкурсу открытому. О нем было заявлено, разумеется, заранее, сильно заранее. Там, в самом начале года. И как это выглядело? Значит, во-первых, в средствах массовой информации активно, не просто где-то так, чтобы никто не видел, было объявлено, что за пять месяцев, что мы проводим открытый конкурс. И что мы имеем это в виду? Что можно прийти с улицы, внешнюю кандидату, участвовать и быть принятым. Мы, конечно, когда это обсуждали, думали, ну ладно, в первый раз народ не поверит. Люди же здравые, они же понимают, как конкурсы объявляются. Ну, помни, я говорю, я помню это много лет. Ну, кто-нибудь, может, придет. Но мы будем бить в одну точку, и через год-два люди поверят, увидят и придут. Слушай, ничего подобного. Сразу, сразу на первый конкурс почти каждая третья заявка была от внешнего кандидата. Люди почему-то сразу поверили. Значит, 30 там, но 30 с небольшим процентом. Пришли внешние кандидаты. Ну, процедура конкурса отбор предательного международного рынка – это отдельная тема. Если будет вопрос, и останется время, я сейчас не буду об этом говорить. Значит, кроме открытия конкурса, там еще изменялась процедура. Значит, еще зимой 2014 года мы оценивали, как водится по формальным критериям. Ну, есть, а публикация – нет публикации. Ну, там, качество издания какое-то, ну, и рейтинги твои. Я об этом говорил. Все. Теперь все стало сложнее. Значит, теперь… Да, кстати, это все через электронную систему делается. Ты можешь находиться в любой точке страны или в зарубежах. Такое тоже есть. И просто загружать. Не надо приезжать. Типа загружаешь документы в систему. Так вот, к этим документам ты должен приложить одну, две или три работы максимум своих научных. Опубликованных или нет. И они идут в профессиональную содержательную экспертизу. То есть, кто-то читает. То есть, уже не просто формалистика. Там, Радай сидит на мясницке и смотрит, есть человек, опубликации или нет. Можно его рекомендовать? Нет. Профессиональные люди смотрят качество этих публикаций. Что там опубликовано? Я же не знаю, я даже это не смотрю, естественно. Кроме того, предусмотрено, не обязательно, но как право, желательно, с внешними кандидатами, очное собеседование. Но если человек здесь 10 лет работает, зачем вы очно собеседовать, время терять? Хотя некоторые это делают. Экономисты начали делать собеседование, точнее очные семинары со всеми, со своими и с внешними. Пожалуйста. Но это не обязательно. А вот внешне желательно. Иногда проводились открытые лекции, семинары ходили. Вот как департамент иностранных языков, да? Отличились этим. Ну и хорошо, молодцы это делали. Вот. В результате. Ну опять, опять каждый третий, почти 30% было внешних кандидатов. И, значит, что, да, 30% было внешних кандидатов. И что произошло? Ну, во-первых, вы видите, более 100 человек в итоге не были наших, были не рекомендованы. Ну, или сами не подали, там разные бывают истории. И обратите внимание на то, на цифру 31. Вот на эту. Ну, ладно. Ага, вот. Вот это. Мы взяли 31 внешнего кандидата. Ну, считайте с улицы. Это вместо своих. Потому что это альтернативно. Чтобы было понятно, что это вот, что опять же, это не треп, это реальная политика. Люди приходили разные. Основная часть, может быть, там не дотягивала наши требования. Но появлялись люди очень приличные, в том числе, более сильные кандидаты, чем наши, пожалуйста. Еще обратите внимание на то, что более 100 человек оказались на преподавательских контрактах здесь. Что есть еще интересного? Ну, вот это главное. Теперь настал тяжелый 2015 год. Этот год был самым тяжелым, на мой взгляд, в жизни университета. И, надеюсь, хочется верить, что больше такого не повторится. Это год, когда мы вынуждены были по ресурсным соображениям. Ну, вы знаете, как происходило. Было порезано там все, и нам в том числе. Мы вынуждены были сокращать ставки професско-преподавательского состава. Часть из них, лишь часть из них были свободными вакансиями. Большая часть из них были заполнены. К сожалению, мы вынуждены были через конкурсные процедуры провести сокращение. Это впервые, это первый и единственный случай в жизни университета, когда мы объявили вакансии меньше, чем реальных людей, претендующих на эти вакансии. В 2016 году этого уже не было, слава богу. В 2017 году, надеюсь, фактически точно этого уже не будет. А в 2015 году это было, это было связано также, помимо, ну, главного выроса ограничения ресурсов, повышения нормативы численности студентов, численности ППС, действительно там посмотрели. Это формальный показатель, но мы тоже посмотрели, там анализ когда провели, так сильно удивились. Потому что на некоторых программах там у людей 1 к 15, а на некоторых программах 1 к 4 к 5. Ну, так многие хотели бы так жить, конечно, но эта жизнь вот закончилась в этот момент. При том, что да, мы сократились, но оплата труда продолжала расти, в первую очередь за счет академических инструментов, вам о них рассказывали, еще, наверное, расскажут. То есть за счет переменной части. Это основной принцип построения оплаты труда в университете, у нас относительно маленькая базовая часть. И в среднем, на уровне среднем, в разы больше переменной. Это все сохранено, и поэтому, как бы, оплаты тех, кто остался работать, или кто пришел к нам, их оплата растет каждый год. В основном за счет переменной части. Чтобы было понятно, что это не разовая история, вот вам реально. Это все, ну, как бы, реальные данные, итоговые по 15-му году. Здесь мы взяли меньше внешних, сразу, видите, 14, но все равно взяли. Почему? Ну, потому что мы сокращали своих, понимаете, еще и замещать их внешними, ну, то есть, ну, тут, это было и без того тяжело. Но все равно были более 100 человек нерекомендованы. Это из тех, кто там претендовал на вакансии. Опять же, куча народу на преподавательские, более 100 человек на преподавательские контракты. Вот 16-й год, здесь, вы видите, он более спокойный. Доля внешних кандидатов, принятых на работу, опять возросла. 25 человек мы взяли за один конкурс внешних. Опять же, вот, ну, к сожалению, или как-то это вместо своих. Но что в 16-м, вообще, куда это, как это немного трансформируется, я вам скажу. Во-первых, уменьшилось число нерекомендованных, то есть, а нет, так, не так. Уменьшилось число людей, выходящих на конкурс, потому что мы отчасти сократились. Потом, во-вторых, удлиняются сроки контрактов, на которые мы рекомендуем, и уменьшается число нерекомендованных. Почему? Ну, потому что есть определенная логика, это механизм работает. Люди, которые не соответствуют требованиям, потихоньку уходят. Те, кто остаются, они соответствуют эти требованиям. И мы начинаем их рекомендовать на три года или на пять. Зачем каждый год гонять эту историю, мучиться? Поэтому в целом движение в этой части позитивно. Но вы понимаете, да, каждый год это некоторым образом подстраивается. И, наконец, последняя история с 16-м, ну, это началось в 15-м году, естественно, назовем это третьим этапом введения единого контракта. Значит, в чем его общая идея? Я уже о ней говорил. Каждый научный работник, преподаватель, он должен быть триединным и неделим в этом триединстве. То есть он должен заниматься и следской работой, и преподавательской работой, и образовательной, и организационной работой. Чуть более подробно, о чем идет речь. Значит, идея заключалась в том, чтобы зафиксировать в неком формальном образом. Ну, как бы вот на этой картинке это то, что, мне кажется, является некоторым оперативом. Нормальным таким фундаментальным, фундаментальной оценкой академического человека. Ну, как бы я в это искренне верю. Но, вероятно, это верование разделяет не все, и эти требования должны быть зафиксированы, видимо, и формально. Это связано с тем, что преподаватели должны больше увлекаться в исследовательскую работу. Ну, они уже вроде увлечены, это в любом договоре уже написано у преподавателей. А вот другая тема вызвала, и это не вызвало вообще, преподаватели вообще спокойно. Единый контракт какой-то там, ну, особенно не возбудились. Возбудились научные работники, которым сказали, слушайте, вы научные работники, кстати, я пропустил важный момент. Вся эта история, ну, это за пределами моего рассказа, но в какой-то момент требования публикационной активности начали предъявляться научным работникам. Вы скажете, это естественно, но когда мы начали думать, мы удивились сильно. Оказывается, научные работники там, значит, для части вообще не думали публиковаться. Сейчас они уже вынуждены думать, да? Ну, а тут им еще и говорят, слушайте, вы научные работники в институтах, которых у нас множество, так вы должны еще образовательную. Вы в университете, поэтому вы должны какую-то преподавательскую работу делать. Пусть небольшая, там в очень небольших объемах, в разных, в любых формах. Вы не обязательно даже должны входить в аудиторию. Вы можете брать студентов там на практику, вы можете включать какие-то проекты, консультации индивидуальные или коллективные. Ну, что-то вы должны делать в этом отношении. Вокруг этого была целая баталия. Как так, зачем, вот что это, что тут. Ну, вообще-то говоря, я не рассказывал, на каждом этапе были какие-то баталии, как вы догадываетесь. Каждый раз нам говорят, что вы придумали тут. Опять. И третье, вот третья была некоторая инновация, это более активное, хотелось бы более активное участие и преподавателей, сотрудников управления университетами. Вообще, какая-то полезная деятельность, организационная деятельность. Потому что мы видим, не только у нас это, наверное, потому что есть люди, которые вот все эти критерии соблюдают, что публикуются, пашут. И еще и занимаются, еще и административную работу на самом деле. Кто-то замдекана, кто-то руководит там, кто-то декан, кто еще что-то ведет. А другие спокойно уходят от этого, говорят, нет, 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 я тут сейчас статейку попишу, или я там еще где-то преподам. И понятно, что все это распределяется очень, очень неравномерно. И мы хотели бы более равномерного, как вот, и более справедливого распределения этих обязанностей между всеми. Чтобы не одни пахали, а другие там спокойно ехали. Ну, вот понятная идея. Это и есть, собственно, простая идея, стоящая за этим контрактом. Теперь, что такое организационная работа? Было много дискуссий, но мы остановились на расширительном таком понимании. Это, во-первых, это участие в работе коллегиальных органов. Вот вам ученый совет, вот там диссерционный совет, вот там научная комиссия, вот там образовательная комиссия. У нас 100 комиссий, кадровая комиссия. Где-нибудь, ну, ты поучаствуй. Это и есть же элементы управления университетом. Затем, это разного рода организационные функции, которые связаны с текущей деятельностью. Ну, очень важно, например, кто-то должен в приемной комиссии летом трубить, да? Кто-то должен приходить на дни открытых дверей. Ну, наша с вами работа такая. Ну, кто-то ходит, а кто-то, значит, уклоняется тут постоянно. Значит, ну, ты должен что-то, что-то делать, по крайней мере. Ну, выбери их сам, наконец, что тебе делать. Или выполнять иные виды полезной деятельности, в членом интересах университета, связанных с поддержанием повышения репутации университета. Это что такое? Ну, слушайте, ну, что угодно. Есть люди, которые от лица университета репрезентируют университет в каких-то советах экспертных, внешнем, в министерстве каком-нибудь, или еще где-нибудь, в каких-нибудь ассоциациях, они тратят свое время, они репутацию нашу действительно, и они делают полезное дело. Должны ли мы это учесть и зачесть? Ну, конечно, почему нет? Мы это учтем и зачтем. Ну, и что в итоге? Это означает, что сейчас, если ты выходишь на конкурс или просто закончился, завершился год, учебный год, ты должен представить очень небольшой отчетик в электронном виде, просто подгрузив информацию, простую, какую? Публикационная активность, ты же должен публиковаться, стандартное требование, и научный работник, и преподаватель. Ты должен выполнить учебную нагрузку, и преподаватель, и научный работник, пусть немного. Скажи что-то, напиши что-то сделал, и ты что-то должен сделать в части организационной работы. И все это приходит не на Мясницкую к нам сюда, а непосредственному руководителю, который просмотрит, ага, есть руководители, ну, как бы даже там, линейных подразделений, у которых десятки людей, не всегда за всеми, там, поймешь, что лишь, они смотрят, ага, этот человек, ну, весь год пахал так, что, а эти люди особо ничего не делали. Значит, на следующий год, ага, их надо как-то нагрузить, сам руководитель пусть думает, что ему и как сделать, мы в это вмешиваться не собираемся. Пара других примеров. Чтобы просто, ну, как бы, вот логику такой, национальной подстройке вам лучше показать. Они будут дополнительно, один будет дополнительный пример, а другой вообще чуть в сторону. Прошу показать, что это касается всего, а не только одного лишь конкурса. Ну, вот повышение, как повышалась планка публикационной активности. Возможно, вы обсуждали этот сюжет, но я этот же сюжет вот в эту логику уложу, ну, причем это реальная логика, не логические измышления, а то, как это делалось. Сначала было выдвинуто требование, что надо просто публиковаться, ну, вообще публиковаться. И вы не поймете, мы сейчас сами уже многие забыли, что чуть более 10 лет назад, я помню точно, вот данные были ЦВМ, да, Центр внутреннего мониторинга, у нас более 40% преподавателей не публиковались вообще. Вообще ничего. Нет, это было лучше, чем в других университетах, но все равно мы сильно удивились и поняли, что да. И дальше, слушайте, надо публиковаться вообще. Первое требование. Ну, хорошо, люди начали публиковаться, ну, понятно, где люди могут публиковаться. Тогда был второй шаг, стоп, стоп, стоп. Значит, нам не вообще нужны публикации, а вообще-то нужны какие-то приличные. Вот, публикации, в смысле, нормальные даже, неприличные еще, это надо дожить. Ну, нормальные, имеется в виду, не надо нам подсовывать тезис бесконечных конференций. Потом мы спустя три года разобрались, что у математиков, особая история с этим тезисом конференций. На первом этапе просто, ну, слушайте, не подсовывайте нам тезисы конференций, мы знаем, что это такое. Формально это публикация, но реально нас это вообще не интересует. Не надо подсовывать нам все время какие-то левые сборники непонятных там издательствах, не надо нам подсовывать монографии, изданные в Леспроме, там, в Леспромтехе, непонятно, которые никто вообще не видел. Ну, делайте нормальные какие-нибудь, в журналах, что ли, там, вот это было два. Третье. Ну, люди начали публиковаться в журналах. А журналы, тут мы сообразили, смотрим, журнал-то, господи, их число все растет, и журналы сильно разные. И мы тогда начали говорить, нет, стоп-стоп-стоп, нам не всякие журналы нужны, не надо публиковаться в мусорных журналах или псевдо-журналах, которые просто за деньги публикуют всех подряд. Тогда начал формироваться черный список журналов, который потом претерпевал изменения, развивался как-то, и так далее. Это был следующий шажок. Значит, и были, в том числе, некоторые неприятные истории с этим связаны. Когда уважаемые люди, как выяснялось там, на поток это ставилось, что молодых обучали. И вот мусорные нам издания начали подсовывать, причем на надбавки претендовали, и некоторые их получили. То есть нельзя сказать, ну, вот Васильевич, наверное, обсуждали это вчера, ну, так или иначе. Ну, были неприятные истории. Дальше. Ну, хорошо. Ну, мусорные черный список исключили. Вроде все более-менее поняли. Но дальше-то журналы тоже разные. Может быть, не мусорный журнал, но... Ну, давайте все-таки будем каких-то, их называли журналы, издания высокого уровня, ну, или назовем их приличными изданиями. Ну, хотя бы часть. Ну, не надо вот публикации в чем-то не попадя. Ну, хотя бы часть ваших публикаций должна как-то на репутацию работать, на вашу личную это, а не просто заради галочки. Так появился белый список журналов. Это более тонкая была история, сейчас таких списков два. Есть наш, университетский, там сложная работа, Юткевич там с коллегами это проводила. Есть список RINC, это российская платформа Web of Science, да, 600 с чем-то журналов. Там нормально отбирали, но он относительно узковат, наш список отличается, мы считаем, что он лучше. Тем не менее, значит, появился этот инструмент. Дальше, опять, мы говорим, нужно публиковаться дальше, еще выше, в рецензируемых изданиях, которые индексируются в Web of Science и в Скопусе. А не просто в обычных журналах, потому что, ну, мы выходим, мы интернационализируемся, давайте делать следующий шаг. Ну, начали публиковаться в Web of Science и в Скопусе. Тут мы смотрим, в Скопусе там, господи, там каких-то журналов нет, в том числе и мусорные, и всякая дребедень в том числе, наряду с хорошими журналами. А мы и за эти деньги, и на отбавки, и в следующей блоке, стоп, стоп, в четвертом квартале нам не надо публиковаться. Отрезаем это. Прошло еще некоторое время, сказали, стоп, и в третьем нам не надо. Спасибо. Первый и второй нас устроят. Особенно первый, но второй тоже ничего. Вот так это движется. Понимаете, все начиналось, ну, относительно недавно, с того, что просто надо что-то, ну, просто надо формально соответствовать. Затем планка эта постоянно повышается, специфицируется, в том числе и в ответ на, мы реагируем просто на ситуацию, да, как она складывается. И еще один пример, которым я завершу, уже из другой области, но мне он близок тоже, поскольку я курирую издательскую деятельность, среди прочих вещей. Логика развития журналов. У нас там более 20 журналов в Школе экономики, если брать такие нормальные периодические издания, вот некоторые. Из них здесь тоже выставлялись определенные требования, специфицировалась наша политика. Примерно, вы увидите, что это, ну, прям по аналогии. Сначала, мы поддерживаем же эти журналы, мы учредители этих журналов. Сначала речь шла о том, чтобы журналы, ну, были хорошие просто, ну, какие-то, ну, хорошие, нормальные, ну, в академических был журнал, ну, чтобы было не стыдно. Но через некоторое время как-то поняли, что это вообще недостаточно, что журналы, например, должны быть не только стыдные, но еще и открытые, чтобы они были доступны. Потому что отдельные эстеты выставляли электронные версии, а большинство этого они как-то даже и не думали. Мы сказали, нет, давайте, у всех должна быть электронная версия. Мы академики, это все должно. Да, и никаких историй с платными делами. Мы ни за что, никогда не берем, не будем брать плату с авторов. Я считаю, что это, ну, абсолютно исключено. Нет, сразу начинают говорить, есть хорошие международные журналы, которые берут плату за что-то. Пусть они берут, это их дело. Вот мы сами издаем журнал там с 2000 года, и мы никогда с клиент, с автора никогда не возьмем ни копейки. Это исключено совершенно. И другие тоже не возьмут. Дальше в какой-то момент, ну, список вакси пинают. Да, он такой все, но, слушайте, ну, какую-то планку надо взять. Потом это нужно для аспирантов. Поэтому мы построились все, собрались, главный редактор журналов, я и курирую, я главный редактор журналов. И сказали, значит, стрички. Вот через полгода подачи, ну, через 3-4 месяца подачи в новый список ВАГ, мы все обязаны там оказаться. А для этого нужно выполнить список. Мы прочитали список требований, а он вполне разумный оказался. Список-то сам не очень, а требования там разумные. И давайте все их будем соблюдать. Кстати, электронные версии там в том числе. Все соблюли, подали, все оказались в списке ВАГ. Кому от этого плохо? Я думаю, что списки ВАГ это улучшило, а не ухудшило. Но это следующий как бы требование. Затем. Сказали, стоп, 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 тут пошел ринц. Ринц тоже все пинают. Вот это база, грязь, да, грязный, много мусора и так далее. Ну, слушайте, ну, если вы приличные, вы должны быть там. Это российская база индексации. Там определенные требования есть. Давайте их соблюдать. Все должны соблюсти и все должны быть там. И все там. И нормально это. Ну, ринц это же недостаточно. У нас же амбиции выше, что такое ринц. Значит, надо входить в Web of Science и в Скопус. И поэтому в определенный момент мы собрались и сказали, вот требования международных этих баз. Они совершенно нормальные. Ну, за исключением там некоторых историй трудоемких. Но мы сказали, вот вам деньги на то, чтобы там трудоемкую часть выполнить. И давайте в течение полугода-года все подадим туда. Большинство, есть некоторые там уклонисты, которые до сих пор еще не подали. Ну, они там прозябают тихо как-то. Остальные подали. У нас сейчас уже 6 журналов в Скопусе. Три в Web of Science там разных. Имеется в виду не российская платформа и так далее. И остальные другие тоже на подходе. Нормально это? Нормально. Теперь это требования уже. Раньше мы говорили, вот хорошо бы там в Скопус попасть. Нет, теперь каждый журнал, создаваемый нами, изначально строится под требования этих баз. И это не вредно. Никому не вредно. Затем еще был шажок к разработке программ развития журналов, которая связана с интернационализацией. Мы говорили, у каждого журнала свой путь, но вы можете представить программу развития по поводу того, как вы там на международный уровень выходите. Кто-то перешел на английский язык, кто-то стал bilingual, двуязычный. Кто-то еще что-то сделал там. Разная есть история. Но мы выделяем дополнительные ресурсы. Но вообще все говорят, дайте еще денег. Нет. Вот вам деньги, но только если вы покажете на что. На отдельную программу развития. Был следующий шаг. И наконец, что мы сейчас обсуждаем, это будет следующий шаг, который потихонечку начинаем. Это переводить всех на промышленную платформу. Ну как у нормальных журналов. Интерфейс, где ты загружаешь. Не через актуальную почту работаешь. Загрузки журналов, когда рецензенты работают через это и так далее. Мы выбрали Open Journal System. И пока это начинается с энтузиастов, добровольно. Кстати, все это делается зачастую так. Сначала люди делают добровольно. Через некоторое время мы говорим, ну стоп, а теперь все остальные. Это становится обязательным требованием. Вот как это идет. Последний слайдик. Как раз это общие выводы. Первое. Система университетская, естественно, нормально стремится к некоторому равновесию. И надо не давать прийти в это равновесие. То есть, чтобы это временно легко становится постоянным. И нужно как бы не давать этому зафиксироваться. Для этого нужно проводить постоянные три подстройки, чтобы преодолевать инерцию, которая совершенно естественно здесь возникает. Нужно специфицировать задачи, подстраивать правила. Причем делать это, к сожалению, ну с завидной периодичностью, неосмотря на то, что это раздражает других. И тебе тоже самому некомфортно. Потому что, конечно, и тебе самому было бы комфортнее работать в стабильной среде. Ну и ступенчато повышать планку. То есть, ну это по сути это вытягивание себя. И вот пришел Сергей Юрьевич. И я как раз-то и заканчиваю. А у нас осталось 5 минут на какие-то ваши замечания и вопросы. Да, прошу вас. Прошу вас. Благодарю вас. Спасибо большое за такой доклад. Самарский университет, начальник управления правой спецификационалом и карьерский витероселочек. Меня, в частности, очень интересует соответствие с упущенным законодательством некоторых очень совершенно разумных требований, о которых вы сказали. В частности, повышение на 25% объема нагрузки. Особенно заинтересовало перевод на ГПХ. Не является ли это, с точки зрения некоторых законодателей, подменой реальных действующих трудовых договоров с договором ГПХ, за что очень многих нас передвижных пользователей очень сильно наказывают. Ну и, конечно, я думаю, что вот этот момент был опущен, потому что мы так понялись, что с введением профессиональных стандартов с 1 января бакалавры ни в каком виде не смогут у нас преподавать в высшую школу. До этого были определенные лазейки. Мы тоже, я не знаю, экономисты, да? Да, вы правы, есть законодательные ограничения. Я не специально касался этой темы, пожалуй, только в одном месте, когда упомянув скорость об ординарных профессоров о наличии тенера, о том, что обычно сразу спрашивают все равно, откуда по жизни найма, у нас же не существует, не так ли по закону? Да, у нас не существует, и формально мы вынуждены всех гонять на конкурс, всех с специфическими контрактами, я еще про международных специалистов не говорил, они тоже проходят через этот формальный конкурс. Да, здесь действительно, в этом случае это просто, как бы, слово обязательства университета. Нельзя сказать, что совершенно неформально, оно прописано в наших локальных нормативных актах. Ну и вроде оно не нарушает, то есть формально мы не нарушаем закон. Общая установка, она такая и есть. Мы, конечно, формально закон не нарушаем. Пример с плюс 25%. Да, мы добавляем 25%, но общая нагрузка, при этом это записано в локальном ративном акте, не может превышать 900 часов, и мы за это не выходим. Поэтому, как бы, формального нарушения здесь нет. Про ГПД. Да, вы правы и здесь тоже. Здесь возникают естественные риски, потому что с подачи самого сотрудника, или с, по, ну как подойдет трудовая инспекция, что называется, да, это может быть переквалифицировано, изучено и переквалифицировано, как трудовые отношения. Такие риски реально существуют. Но мы пока как-то, нам удавалось пока этого избежать, я так скажу. Но они всегда есть. Они всегда есть, да. Бакалавры. У нас куча бакалавров, я не рассказывал об этом, не моя тема, у нас есть учебные ассистенты, измеряемые там тысячи, сколько, Сережа, сейчас, тысяча с чем-то, да, их? Ну да. Учебные ассистенты. Каждый преподаватель может получить себе учебный ассистент, там, или много народу, если там и двух. И бакалавры в их числе, в большом количестве. Но они до этих регуляций, они не имеют права входить в аудиторию. Они могут только помогать, там, проверять что-то, тесты делать, там, методические и всякие прочее. Лекции, семинары, бакалавры не ведут у нас. Мы как бы это соблюдаем. Не имеем права. Магистры, да, могут. Пожалуйста, еще. Я добавлю к тому, что, Вадим Валерьевич, в продолжение этого сразу, да. Но магистры, они уже бакалавры с дипломом, они преподают. Да, я говорю. Да, 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 то есть те, кто уже бакалаврский диплом получил, они преподают. Это первое. Второе. Я бы не был пока так безинфляционен про судьбу профессиональных стандартов, связанных с преподаванием в высшей школе. Я имею в виду по поводу бакалавр. Здесь точка пока еще не поставлена. Я не хочу сказать, какая она будет поставлена, но у меня нет абсолютной уверенности, что это будет точка, связанная с тем, что бакалавры не имеют права к их дать. Коллеги, давайте пару вопросов еще, ну и плавно передадим от Сергея Юрьевича, который уже, собственно, начал на них отвечать. Да, прошу вас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А как это происходит? У нас же, я говорил, много на годичных контрактах, поэтому люди выходят на конкурс, и те, кто выходит на конкурс, они переподписываются. У них заканчивается предыдущий, мы подписываем новый. И все. А если у кого-то три года или пять, мы подождем. Мы это ввели, а дальше этот перевод займет, мы сразу сказали, перевод займет даже не один год. Мы не торопимся. Для нас важно, чтобы понимались наши требования. Мы, чтобы была понятна позиция университета. А вот формалистика, переподписание само, ну да, ну, да хоть пять лет мы будем переподписывать. Да, мы ничего не будем. И в этом смысле, поскольку мы не форсируем и не нарушаем. В противном случае, да, эти два месяца, но все дела. Нет, мы, это слишком все, слишком тягомотно. Ну, еще один вопрос. Да, прошу вас. Людмила Кумина, Вышая школа экономики. Вы использовали слова обоснованные исключения при прохождении конкурса. Есть ли статистика, какой процесс составляет эти обоснованные исключения? И второй вопрос у меня, ну, просто возникает из каких-то оценок практической ситуации. Не становится ли административная должность билетом для прохождения конкурса? Билетом туда или обратно? Туда, туда. Ну, человек-то плохо с публикациями, ну, нет там каких-то, не удовлетворяет его каким-то критериям. Ну, вот тебе административная должность, причем часто это должность, которая включается в себя в ответственности. Не возникает ли опасения, что вот такой билет? Значит, исключение, ну, мы большой университет, исключение касается сотен людей. Это измеряется сотнями. Давайте посмотрим, значит, департамент разностранных языков, это сейчас почти 290 человек. Ну, я говорю, да, почти, да, без одного. А до сокращения их было там 300, ну, под 400. Из них часть публикуется, там, так далее, но основная часть проходила и проходит вот по этой истории. Значит, у нас физкультурников 43 человека, у нас на военной кафедре 25 каждый человек, пожалуйста, а у нас дизайнеров уже куча, сколько там их, человек 8. Вы помните чуть-чуть, да? Ну, хорошо. Вот вам, вот конкретно, да, по поводу этих исключений. А, эти еще мы не назвали декретников, студентов и так далее. Да, да, много исключений, но они на той обоснованы, за всем стоит некоторая логика. И по поводу административной. Здесь две части, или два варианта. Основная часть администраторов, которые являются там руководителями, замами, они на самом деле, они не на должности административные, на них возлагаются обязанности. Исключения есть, но их числено немного, там декабы буквально, мегафакультеты. И поэтому к руководителям предъявляются все те же требования, за минусом, там есть возможность легально снизить нагрузку до 50% учебную. Ну, потому что, ну, понятно, нагрузка на коллегах очень велика. Повликационные все те же остаются. Вот, одна из последних решений этого года, например, по оценке повликационной активности научных работников заключалась в том, то есть, долго, ну, не долго, на самом деле, редили, а руководители института должны проходить оценку повликационной активности? Им должны проявляться требования? Или они должны публиковаться им? И решили, что да. Вот если я там руководитель лаборатории, я прохожу там так же, как все, это правильно. Но есть второй способ. Есть возможность перейти на административную должность. И такие случаи есть. Когда коллега очень нужен и важен, он сегодня академик, но как бы там... И мы предлагаем перейти, скажем, на заместителя декана, как на административную должность с некоторыми вытекающими последствиями. Но требования, соответственно... Но не так вот, понимаете, что ты начальник, поэтому ты должна быть сфиксирована. Так же, как и у научных работников. Есть научные работники, которые не публикуются. Это совсем даже не смешно и не странно, потому что они деланы и ночно, работают на партии правительства. Для московской мэрии и так далее. Вот прикладные эти дела, консалтинг такой вот, постоянно. И они повышают репутацию университета, делают важные и полезные дела, но это не про публикации. Мы говорим, окей, хорошо. Ну, переходите из статуса научных работников в статус экспертов. И к вам больше претензий нет. Многие перешли, к ним больше претензий нет. Все. Спасибо вам большое. Время перестекло. Тогда я плавно передаю. Спасибо. 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 Спасибо.